Эхе-хей, всем привет! Я спрашивалась, делать ли мастер-класс на марионетку. И конечно же многое согласились. На самом деле я снимала, как сделать, но оно не сохранилось, и поэтому придется показывать вам на бумаге. Сначала нужно сделать основу, а то есть тело. Поэтому берем подходящий пластилин и делаем это же тело. Оно должно плотно-плотно облегать ваши пальцы, чтобы оно хорошо держалось. Вот так. Переходим к крыльям. Нам нужно сделать так, чтобы они двигались. Вот так. Поэтому берем тонкую-тонкую проволоку, стержень ручки и наматываем ее на нее. Включается самодельная проволочка. К ней прикрепляем наши крылья из плотной проволоки. И вот все, готово. Прекрасно летает, как в живой. Пост можно было бы сделать по такому же принципу, но я его приделала к телу, потому что в процессе управления мне он очень мешал. Поэтому лучше сделайте его так, как я. С лапами я, конечно, повозилась, потому что я нашла, хотела найти, вернее, самый лучший вариант. Я его нашла. Он довольно простой. Просто нужно, чтобы петелька хорошо облегала ваш палец, как и тело, чтобы они также хорошо держались. Вот так. Чтобы они не слетали и прям плотно-плотно. И они также сделаны из плотной проволоки. Самое сложное в маринетке – это, конечно же, голова. Она сделана довольно сложно. Но если разобраться, будет облеграно легко. Нужно сделать сначала из проволоки вот такой рычажок и приделать к голове. И когда его управляешь, голова будет открываться. Нижнюю часть клюва нужно приделать вот такой длинной шейке, которая присыплена к нашему туловищу. Две части головы нужно сделать крепление из такой тонкой проволоки. Она дает возможность открывать рот. Раз, два. Довольно легко. Но повозилась и с этим очень долго. Поверьте мне. Вот декоративная часть уже зависит от вашего вкуса. Только от вас. Я сделала такие перышки, глаза. И все как бы довольно простенький. Можно добавить шарфики, всякие шапочки. Но птицы же это не носят. Поэтому вот такой простой дапчик. И всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, потому что я старалась. Делала тут птицу очень долго. Переделала ее. Простите за то, что она не сохранилась. И что я сама не знаю почему. И всем до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok